всем привет и мы продолжаем настраивать наш платформер и в этой серии я хочу показать как я добавил обычные звуковые эффекты во первых я добавил кнопочку options потому что в будущем мы сможем настраивать наши звуковые эффекты также я немножко изменил анимацию с предыдущих видео потому что некоторые вещи не совсем правильные например я убрал переход когда player block или player attack после завершения анимации у нас было переход на player walk то есть такой переход но нет смысла переходить на него если мы можем перейти на player idle а дальше уже в зависимости от нажатия кнопок он будет переходить на бег то же самое с player block и также еще одна была ошибочка при переходе обратно мы учитывали скорость но нам не нужно учитывать скорость вот в принципе как-то так окей что касается музыки я скачал несколько ассетов с это для атаки для блока и пара клипов для музыкального фона сейчас мы посмотрим как я его настроил я запущу скажем игру посмотрим звук может быть немножко громкий поэтому приготовьтесь вот у нас есть фоновая какая-то музыка переходим в старт у нас запускается другая фоновая музыка мы можем бегать пока мы не добавили никаких звуков на бег и прыжки когда мы атакуем у нас есть звук атаки правда он немножко запаздывает и есть звук блока хотя он почему-то очень похожий надо проверить окей и давайте посмотрим как я что настроил вот в общем я создал в этой сцене sound manager то есть создал обычный пустой объект назвал его sound менеджер повесил сюда audio source давайте объясню что такое audio listener и audio source и так audio listener это какой-то объект который слушает музыку то есть он слушает где источник это как наши уши да то есть когда у нас есть персонаж он где-то ходит он может слушать но на самом деле за него это делает камера вот я камеру не умею рисовать в общем камера всегда находится с персонажем поэтому логичнее на камеру вешать слушатель и дальше есть audio source то есть какой-то источник звука например что-то взорвалось что-то происходит какая-то сирена запускается в общем где она запускается там обычно есть звук если это звук на фоне то он независимо от положения играет отлично то есть на камере по умолчанию уже есть audio listener то есть он слушает музыку а в sound manager я добавил компонент audio source то есть просто добавил компонент audio source закинул сюда музыку которую мы скачали вот 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 эту музыку и давайте посмотрим по настройкам во первых сама музыка имеет настройки здесь есть преобразовать к моно музыку но мы не хотим преобразовать моно она в стерео режиме здесь есть нормализация по умолчанию она скажем насколько я понял выравнивает пике то есть слишком высокие пике она убирает также есть перед загрузка в бэкграунде то есть если мы запускаем нашу игру мы не хотим чтобы пока загружается музыка игра тормозил то есть чтобы она грузилась на фоне но для мелких звуков это не обязательно поэтому пусть они грузятся сразу с игрой до игры в общем дальше есть загрузочный тип декомпрессия при загрузке можно делать стриминг то есть на компьютере находится файл во время игры он начинает считываться то есть вот и есть компрессия в памяти не помню что значит компрессия в памяти но у нас декомпрессия при загрузке это значит что когда мы скидываем клип у нас оригинальный размер 266 килобайт при импортировании он уже весит 74 потому что у него есть компрессионный формат в данном случае стоит формата ворбис принципе он довольно неплохой поэтому его и оставим дальше есть настройка качества в принципе для маленьких звуков можно оставлять но можно например 90 поставить теперь вместо 74 килобайт он уже весит 56 и разницы особо мы не заметим при звуке проигрывание вот далее что касается звука фона то я поставил здесь загрузку в бэкграунде и качество звука чуть меньше 80 то есть вместо 14 мегабайт она будет занимать 2 и 6 мегабайт отлично далее sound manager и в этом меню я поставил аудио аудио source и кинул сюда просто клип мы пока не будем настраивать аудио миксер вот далее по этим настройкам самое главное что можно посмотреть можно поставить луп чтобы она все время было зациклено а также play on и wake то есть при запуске сцены у вас запускается музыка это то что нам нужно дальше настройка звука можно там поменьше сделать вот ну и дальше параметры пока трогать не будем перейдем в сцены так это мы меню перейдем в игру посмотрим я здесь тоже создал sound manager кинул сюда другой клип нас аудио source он тоже будет играть play на wake и тоже я поставлю мой луп тайм уменьшу звук чтобы не такой громкий был в принципе здесь тоже все также на плеере я поставил тоже аудио source даже несколько аудио source of так у нас они перепутаны по моему так они как-то называются а он берет первый все я понял почему у нас проигрывается понял почему у нас проигрывается только один звук но пока ладно мы удалим этот блок и со скрипта тоже удалим пока не хочу мучиться с этими клипами также я переименовал некоторые параметры например check speed animation я переименовал просто в check speed потому что у нас как бы здесь будет не только логика анимации и например при атаке когда мы нажимаем на кнопку мыши у нас запускается анимация и до этого у нас запускается звук атаки но здесь я удалю звук блока пока он мне не нужен вот и отсюда тоже удалим отлично единственный минус что наш звук атаки он играет с запозданием то есть в принципе можно от эту часть обрезать в каком-то звуковом редакторе чтобы она совпадала вот либо можно еще сделать в атаке в анимации атаки так плеера так вот так не помню как здесь увеличивать размеры спрайтов ну да ладно так здесь мы можем просто повесить покадрово почему-то не показываться наш плеер странно так плеер атак почему-то не выбирается в общем что-то жуткое происходит так вот ну здесь не совсем так да проще обрезать музыку то есть сюда можно добавить какое-то событие но в нашем случае это не не будет эффективным окей в общем базовая музыка настроена что я еще хотел бы добавить я хотел бы добавить сюда правильное слежение камеры вот но об этом уже в следующий раз